Февраль в этом году оказался богат на юбиляров долгожителей. 13 февраля с 90-летним юбилеем чествовали жительницу села Горнозаводска, вдову участника Великой Отечественной войны, участницу Трудового фронта Нину Кирилловну Гурза. Со знаменательной датой Нину Кирилловну поздравили представители администрации района, общественных организаций Дети войны и Совета ветеранов. Разрешите от лица мэра Алексея Васильевича Шабельника поздравить вас с такой знаменательной датой. 90-е это все-таки для нас, для всех такая огромная дата. Пожелать вам здоровья, счастья, чтобы вас окружали близкие, родные, любящие вас, дети, внуки. Берегите себя и небольшой подарок вам. Я думала, что кто-то придет. И еще проживете, мы еще и на 100 к вам придем. С днем рождения, дорогая. Спасибо. Живите долго. Вы для нас пример. Мы следующее поколение за вами. И мы берем с вас пример. Мы также работаем честно и добросовестно. И будем стараться жить не меньше, чем вы. Желаю вам доброго здоровья, любви, уважения, благополучия. Чтобы вас любили и продолжали любить. В окружении родных и близких гости пожелали именинницы крепкого здоровья и долгих лет жизни. Подарили цветы и подарки. Заместитель начальника отделения по Невельскому району Центра социальной поддержки Сахалинской области Наталья Шалом вручила юбилярше памятный подарок от Министерства социальной защиты. Здоровья вам, счастья, долгих, спокойных, благополучных, счастливых лет. И от имени Министерства социальной защиты я вручаю вам подарок. Разберетесь, пригодится. Поэтому подравляю. Нина Кирилловна родилась в 1929 году в селе Сафонова Прокопьевского района Кемеровской области. С 1937 года жила с семьей в Брянской области, где их и застала война. А потом, когда война, когда освободили нас от немца, нам было по 14-13 лет, отправляли нас и заранеными, и кругом. В 1948 году приехала по вербовке на Сахалин, в Горнозаводск. Работала на Горнозаводской шахте номер 4 на лебедке под землей. Я работала сначала в шахте, а потом, когда муж заболел сильно, он больной лежал, да дети, дождь была, мне пришлось дома быть. В 1958 году Нина вернула свою шахту и снова стала работать под землей машинистом шахтных машин. А когда женский подземный труд был запрещен, перевелась электромонтером на Горнозаводскую электростанцию. В 1984 году Нина Кирилловна вернулась на родину, в Брянскую область, где и прожила 27 лет. До выхода на заслуженный отдых работала в колхозе. В 2011 году вернулась в Горнозаводск к дочери. У Нины Кирилловны большая дружная семья. Две дочери, шесть внуков, девять правнуков и одна проправнучка. Все они живут на Сахалине и часто собираются вместе. Но о секретом своего долголетия считают укусы пчел. А может быть пчелки, они меня кусали много. Вы все равно улыбаетесь. Как не улыбаться, когда у вас сидят внуки, правнуки и правнуки. Служба информации Невельских новостей.